Всем привет! С вами Дмитрий Крылов и очаровательная, позитивная, энергичная, Лена Гамулина, которая буквально на днях вернулась из Испании, где выступала на любительской олимпии, попала в финал и результат этот очень хороший для поездки. Сама же Лена не разделяет моего мнения и своим выступлением она недовольна. Чемпионат это говорить пока не хочет, хочет выступать более результативно. Пожелаем ей в этом удачи и просто, Лена, как в Испании. Все включено, было нереально вкусно. Приходилось сдерживаться, наесться, а не меня. Первые три дня до соревнований приходилось, а потом я отрвалась. Как видите, форму через неделю. Сегодня, кстати, вот это мы обсуждали и она жалуется на свой, как она говорит, заплывший живот. На свое ужасное качество мускулатуры и когда она так говорит, я честно могу сказать, я не понимаю, где она что там находит такого, дай бог нам в межсезонье на сушке так выглядит. Но когда выглядит в межсезонье, поэтому, конечно, это женская к себе критическая такая отметка, это нормально критичная отметка, да. И ну что, Лена, давай по тренировкам, то есть по вопросам наших зрителей, у нас есть масса людей, масса людей мужского, кто сказал, хотят увидеть тренировку твоих ягодиц. Может быть, просто на сегодня мы вам покажем просто твои ягодицы и будем тренировать руки. Вот так вот, вот так вот. То есть, Лена, отказывай, ну, ягодицы вы видели, в принципе, мечта много сбылась. Ну ладно, а руки, руки, скажи, Лена, вот тренировка рук, ты их тренируешь наряду с другими мышцами или как-то реже, или как-то чаще, вообще, относительно, ну, всех других мышц на теле, как-то они выделяются у тебя или это стандарт мышечной рукой? Ну, вообще, я тренирую обычно руки с большой группой мышц, либо со спиной, либо с грудью, часто с грудью. Часто я говорю? Да. Ну, сегодня мы будем тренировать просто руки. Вообще, в период подготовки соревнований я делю на большие частей, на большую часть группы. Вот. И тренирую отдельно мышцы груди, отдельно мышцы рук, отдельно плечи, отдельно спину, отдельно ноги по попу. Вот. И вот сегодня мы потренируем примерно такую тренировку. Мы сделаем несколько упражнений на бицепс-трейцепс. Ну, кстати... Наверное, это будет суперзентно. Мы еще не договорились. Да? Мы еще не договорились. Сейчас решим. И, на самом деле, так скажем, сегодняшний ролик у нас на 90% посвящен девчонкам, которые, может быть, хотят себя тоже попробовать как-нибудь в области бикини. И наш замечательный профессионал Лена сегодня покажет тревку рук. И хочу от себя сказать, что если вы хотите выступать по бикини, то не забывайте, что все мышцы на вашем теле должны быть проработаны так же, как и ягодиц. И руки здесь не являются исключением. То есть и трехглавая, и двуглавая мышцы плеча должны быть заметны. И сегодня Лена поделится своим опытом. Поэтому, девчонки, помните, тренировать нужно все. И ролик сегодня нам посвящен рукам. Ну что, начнем. Начнем. Начинаем. Начинаем тренировку. Начинаем мы. Да, мы начинаем. Или нет, с чего мы начинаем? Мы начнем нашу тренировку с тяжелого упражнения. Ну, по крайней мере, я думаю, что для многих девушек это будет довольно-таки легкое упражнение. Мы будем отжиматься на брусьях, будем отжиматься мы на трицепс. Обращаю ваше внимание, что если я хочу, чтобы у меня были задействованы дольше мышцы в груди, то я буду стараться наклоняться немножко вперед. Я же хочу больше сейчас проработать трицепс. И я буду стараться вытаскивать себя будто немножко назад больше. Вот. Ну давайте посмотрим, как у меня это получится. Ну давай, Лена, демонстрируй. Посмотрим. На самом деле, логичное вполне замечание. Смечайте нагрузки по осям. Очень сложное физически для женщины упражнение. На самом деле, Лена справляется с таким, скажем, тяжелым вариантом, потому что есть специализированный тренажер. Лена работает напрямую в брусьях. Качество мускулатуры достаточно высокое. Видно каждое волокно. Молодец. Лена-то молодец. Ничего себе. Мне даже, мне кажется, я так не отожмусь и не буду тут сейчас выпендривать попозже. Но у меня есть для тебя сюрприз. Если ты думаешь, что на этом все, и как бы сейчас ты будешь отдыхать, то ты ошибаешься. Разумеется, если с вами Крылов, то значит с вами суперсеты. Я же фанат суперсетов, Лена. Котовим, как и я. Да, мы же любим суперсеты. Мы за суперсеты. И потому... Я уже остываю. Сразу же, сразу же. Я приготовил тебе штангочку на бицепс. И вместо отдыха мы сразу делаем подход на бицепс. А вот после этого мы уже отдыхаем. Да, обратите внимание, пожалуйста, что сейчас у меня кисть немножечко вывернута. Это я буду делать для того, чтобы не помогать себе предплечьем. Ну, на... И также обратите внимание, что я постараюсь плечо держать на месте. Также, чтобы не помогать себе другими мышцами. Стараюсь только сжимать бицепс. Я бы сказал, несмотря на положение стой, практически такой изолированный вариант выполнения подъема на бицепс исполнения Лены. Тяжелый, тяжелый, потому что она практически не помогает корпусу. Несмотря на то, что возможность такая есть, включает исключительно бицепс. И от себя еще замечу, что штанга у нас собрана в счастливое число 13. Штанга веса 13 кг, она работает в суперсерии сразу же после отжимания на бусе. Что скажешь, Лена, по-двоему вес оптимален, мы его оставляем? Ну да, неплохо. Вес оставлен, неплохо. Ну ладно. Сколько отдохнем, скажи? Ну, отдохнем мы, я думаю, полминутки, может быть, чуть больше и продолжим. Высокая интенсивность, разумеется, но почему нет? Если человек выступает на линке, значит, тренотки, соответственно, высокого уровня. И потому я не удивлюсь, что отдых у нас будет очень коротким. Да. Ничего себе. Лена, молодец. Ну а следующий подход. Следующий подход. Лена, давай, Ань, давай, молодец. Все, начинай. Что мне нравится, что все упражнения Лена делает с улыбкой. Это показатель позитивного настроения в ней руки. Она просто психичка, на самом деле. Лена, бинцепс. Лена, бинцепс. Сегодня я такой ворчливый тренер. Не дали, чтобы расслабляться. Только она где-то немножечко вдруг остановится, и сразу начинаю ругаться и ворчать. Идет у нас следующий подход. Девчонки, внимательно наблюдайте за всеми техническими нюансами. Старайтесь обращать внимание на положение корпуса. Нозги, локти. Даже на то, какой хват использует Лена. Она использует достаточно широкий хват на лимфе, что преимущественно нагрузку смещает на внешний отдел руки. Лена, глядя на твою тренировку сейчас, у меня такой важный вопрос. Скажи, отжимания от гуси. Ты по жизни как-то умела? Нет, конечно не училась. Потому что я редко вижу, чтобы девчонки могли на брусиках. Бывают девчонки, но крайне редко. И когда у тебя получилось такое? Нет, я на самом деле училась с гравитрони отжиматься. С противовесом? Да, с противовесом я старалась. Конечно, делать себя тяжелее и тяжелее нагрузку. А потом, опа, и случилось что-то. И стала отжиматься на брусиках. Вот, видите, и на самом деле, к разговору о том, что там девчонки не могут подтягиваться, умеешь подтягивать? Конечно. Она умеет и все. Вот, подтягиваться. Подтягиваться и я научилась без гравитрона. Ну вот, я тоже умею подтягиваться и отжиматься на брусиках. Не люблю я это дело. Покажу потом. С 15 июля, как я говорю, начинаю сушиться, буду полегче, начну шумелиться и подтянуться. Ну, в принципе, я думаю, что в этой связке мы показали вам все нюансы, все особенности, чтобы не терять время даром. Да, сейчас я вам покажу очень интересный суперсет на бицепс-прицепс. Мне кажется, что я его придумала сама. Хотя, возможно, вы уже что-то похожее видели. Расскажи. Давайте посмотрим. То есть, мы будем делать в кроссовере бицепс? Да, мы будем делать там и бицепс, и трицепс с суперсетом. Будем делать с веревкой, наверное. А может быть, с палочкой будем делать. У нас есть палочки. У нас есть и веревки. В нашем зале есть все. В общем, сейчас дойдем до кроссовера и там решим, с чем мы будем львать. Пойдемте же в кроссовер. Ну пойдемте же, я говорю, скорей. Пойдемте. Введите меня в кроссовер. Пойдемте скорее. с этими выдумками лена с ума сойдешь прошу все готово следующую связку мы будем делать в кроссовке тоже это будет бицепс трицепс началась бицепс будем делать это на сканечке я уже понял я с этим еще право не отделились будем тянуться обратным хватом положение лежа также я буду стараться не помогать себе предплечьем просто буду подтягиваться бицепс кистью меня также немножко вывернет очень интересно такое кстати движение для бицепса вижу его впервые но вот так же вижу напряжение которые получает бицепс могу сказать смотрится так весьма тяжело у нас же опять же загорелся желанием как-то это попробовать попробуй я думаю тебе понравится я сейчас попробую следующий да у меня упражнение в моей связке это будет жим на трицепс разгибание рук на трицепс да разгибание на трицепс ну в принципе ничего нового я стараюсь тоже фиксируется на самом деле делать упражнение разгазывать не очень правильно потому что нужно дышать я пока откомментирую то есть смотрите локоть находится примерно в одном и том же положении что в верхней фазе движения что в нижней полный разгиб руки обязательно в каждом повторении фиксация в нижней точке который вызывает дополнительное напряжение трицепса здесь тоже присутствует ну и можно добавить что выдох мы выполняем исключительно на раскипание я стараюсь не поднимать выше параллели руки для того чтобы у меня трицепс не расслаблялся верхней точке достаточно резонно замечено да лена ну ты прямо ух молодец и ну как ну скажем замечалось ранее кроссовер как блочный тренажер держит в целом вашу мышцу постоянно в напряжении то есть работать в нем так достаточно интересно и тяжело видите у нас трицепс растут на глазах но и кстати реально хочу попробовать 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 сделать бизнес лежа на лавке никогда так не делал и мне вообще интересно сейчас я так как я тебя интригую регулярно да вот есть такая фишка так ну просто я хочу понять просто почувствует-ка вот я вроде готов вперед это в ту струне имела сюда что правильно ну чё сгибаем на мы стараемся не заводить стоп мы стараемся локти находились друг другу упражнение классно либо я чувствую бицепс реально чувствую и такой интригующий момент это лечь и встать говоря вызывает даже такое легкое потоотделение где-то самое сложное расположиться на лавку кажется что вы это не сделаете продолжайте все равно ложится и потому что должно получиться вообще классно ну а не успешно здорово так ну что еще подход теперь в своем исполнении ну давай да ленда должна сделать еще по каким же весом стоять своим нет и будет неприятно разбери хоть чуть-чуть ни в коем случае нельзя сделать с моим весом вообще прекращу комментировать ролик и выйду в спорта навсегда да чтобы поберечь голову вам нужно зацепиться и идти вперед ногами тогда вы не ударить чувствуется если вы новичок в этом движении одевайте каску на всякий случай поберегите вашу голову ну конечно да у нас лена я пока не так грациозно и эстетично на эту лавку располагаюсь но до финиш я добрался дедки давай давай доделывай молодец сначала прием а потом двигаемся милана молодец это моя мозг отключается хочется спросить ну наверное надо Снова трицепс в классическом варианте, еще раз можно просто понаблюдать за выполнением, опора у Лены идет на одну ногу, посмотрите, так тоже можно делать, можно как двумя ногами опираться, а вот она показывает вам второй вариант, потому что часто люди интересуются, как здесь правильно стоять, не важно, главное, чтобы вам было комфортно и удобно. Обязательная фиксация каждого повторения в тот момент, когда трицепс максимально сокращен. Браво, Лена, круто. Мне очень интересно, а где ты увидел это движение на бисусе? Это секрет? Нет, это не секрет, сама придумала. Да ладно, вот я, кстати, почему-то и так подумал, и хотел сказать, что давай, пока мы здесь перед камерой работаем, назовем это сгибание на бисусе в кроссовере гамули. Кстати, можно это еще упражнение делать с веревкой, у нас будет имитация, как будто мы делаем молоточек. Понимаю, с нижнего блока или так же с верхнего? Нет, то же самое с верхнего блока тоже мы будем делать вот так вот. Но я думаю, что... И можно также потом делать разгибание на тресе с веревкой. Да, на самом деле, ребята, ручка с веревкой в нашем деле плотно сотрудничает, и вариации на веревках могут быть разные. То есть, если вы работаете на тресе с кроссовере, очередуйте работу на рукоятке с работой на веревке. То есть, принцип везде примерно одинаковый, единственное, что на веревке ваши руки будут, скажем так, более независимы друг от друга, и будут требовать больше концентрации. Да, вторая суперсерия. Да, хотела бы еще сейчас показать третья суперсерия. Давай, рассказывай. Не могу тут стоять, видите ли вес. Расскажи, что мы будем делать в третьей. Покажу еще одну очень прикольную связку. Не скажу, что я ее придумала сама, я увидела картинку, но упражнение самое я попробовала сама по картинке просто, так как меня заинтересовала она. Так. Давайте попробуем. Я туда не пойду. Да, куда ты не пойдешь? После первого Лениного выкрутаса я еще до сих пор не отошел, я боюсь. Мы здесь на самом деле остаемся. Скамейку только подвинем. Тогда я пошел отсюда. Я пошел отсюда, мне страшно. Давай, да, Лен, что делаем? Рассказывай. Скамейку убираем, правильно? Нет, скамейку мы двигаем. А, двигаем? Да, двигаем ее вот так вот. А мы переходим к третьей суперсерии тренировки рук. И предварительно уже мы все приготовили от лишних слов, что мы будем делать, мы сразу переходим к практическому, к фактической демонстрации. Лена. Это упражнение я видела когда-то в интернете на картинке, решила его попробовать. Не сразу, правда, разобралась, что в нем да как, но оказалось очень прикольно. Давайте я вам покажу, продемонстрирую. И мне тоже. И мне тоже, как всегда. Да, разливаем на трицепс, кроссовик. Сверху угла. С использованием скамейку. На усилии делаем выдох, как всегда. Стараемся, чтобы локти у нас не расходили в стороны. Держим их параллельно друг к другу. Пока Лена работает, я могу от себя заметить, что лавку в данной ситуации мы используем просто как упор, на который располагаются наши руки. Фиксация опять выпрямленных рук при максимальном сокращении трицепса. И, ну скажем, за счет, опять же, минимальной подвижности корпуса, у нас такая достаточно высокая изоляция, Лена никак не может помочь себе другими мышцами, работает исключительно трехголовые мышцы плеча. Так, Лена, давай, до упора. Замечательно, очень хорошее упражнение. Постоянное напряжение. Трос не дает нам расслабиться. И пока Лена... Давай, Дима, готовим. Да, кстати, да. На бицепс. Сейчас мы покажем упражнение на пик бицепса. Меняем. На рукоятку нашу. И... Да, уменьшаем вес. Синхронное сгибание на бицепс. Обратите внимание, что запястье у Лены раздвинуто наружу, дабы минимально нагружать запястье предплечья и включать в основном в работу бицепс. Фиксация согнутых рук, неподвижность плеча. То есть полная изоляция всех остальных мышц и работа исключительно... Бицепс. Бицепс. Это очень эффективное движение, которое, как бы, ну, скажем, дополнительно, есть такое жаргонное понятие пик бицепса. Укрепляет не только бицепс, но и увеличивает его высоту. Ну, вот. И Лена безукоризненно выполнила разгибание на трицепс в положении, можно сказать, сия. И в положении стоя синхронно согнула руки на бицепс. Да. Лена, ну, просто нет слов. Молодец. То есть я думаю, что тренировка рук бикини заключается максимум в одном упражнении. Пробуем гигантелей. Да, с ленточками, с мячиками. Нет. Я тебе еще научу что-нибудь интересного. Вот, честно говоря, еще пара наших совместных роликов, и я запишусь на тренировки к Лене. Для, скажем так, повышения своего профессионализма. Ну, вот, ну... Мы переходим к следующей связке. Да, 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 естественно. Вот. Ну, кстати, не устою восхищаться Лениному профессионализму, потому что, с одной стороны, вроде вся наша тренировка сегодня проходит в основном в кроссовере, а с другой стороны, Лена сегодня наглядно демонстрирует, как много можно всего здесь делать, и следующая, заключительная на сегодня суперсферия, потому что... Мы еще не решили, заключительная она еще или нет. Она маниакально настроена. Да. Тренироваться, и я надеюсь, я смогу ее убедить, потому что, мне кажется, даже я, несмотря на то, что почти сегодня ничего не делаю, подкачал руки. Ну вот, пойдет работа снова в кроссовере, поочередный режим. Да, сейчас мы вам покажем новое упражнение. Это будет у нас разгибание в диагональ на трицепс. Работа будет у нас в очередном режиме, поочередно я буду делать сначала одну руку, потом другую. С нижнюю полку я разгибаю. Да, да, да. Движение такое, в некоторой степени аналог, разгибание на трицепс, с гантелью на лавке. Можно помогать другой рукой добиться. Ну, на самом деле, не пренебрегайте помощи в момент, когда мышца не может самостоятельно доработать. Некоторое количество повторений помогать второй рукой. Лена совершенно верно замечает, потому что выкладка ваших мышц будет значительно выше. Ну, и вторым упражнением у меня в этом суперсете будет сгибание руки на бицепс по типу молотой же. Я тоже буду стараться, как и в других упражнениях на бицепс, чтобы у меня не помогало плечо и не помогало предплечье. Буду стараться плечо держать на месте и не тянуть только бицепсом. Мы снова наблюдаем такую плавную, четкую работу, без включения ненужных мышц. Обратите внимание, что темп одинаковый, а синхронен как на фазе сокращения, как на фазе растяжения. И таким образом мы прорабатываем и бицепс, и трицепс в одном тренажере. Сразу же Лена переходит к проработке второй руки. Все комментарии мы уже сделали. И осталось только прокачать вторую руку по той же самой схеме. Внимательно наблюдайте за нюансами, за тем, как расположен локоть. Уже пошла фаза усталости, Лена снова помогает второй рукой, чтобы увеличивать эффективность движения. Движения такие, скажем, сложно и геометрически внимательно наблюдайте за всеми углами. Но если вы соблюдите, так скажем, все основные нюансы, то я думаю, вы крайне эффективно нагрузите ваши руки. Да, я, честно говоря, чувствую жесткую конкуренцию. Прямо даже как-то неловко, потому что даже предположить не мог, что это происходит как-то вот так. Лена, это вот действительно твоя, можно сказать, в период подоткнуть соревнованиям, такая рядовая тренировка на руки, да? То есть, где весь объем замечательный. То есть, я могу сказать, что когда я тренирую руки, я делаю тоже четыре суперсета. Ну вот, я думаю, Лена, давай побережем наши зрители, потому что они же будут все это просто повторить. Мы не будем все-таки пятой суперсерии. Мы оставим на потом, такая небольшая интрига. Да, секретная пятая суперсерия. Ну вот, потому что на самом деле, ну, я могу сказать, что вот этот объем, который ты выполнила, это, конечно, здорово. Вот, выносливая, сильная, технически очень хорошо подкованная. Лена Гамулина, все, я бы тренировала руки, показала кучу интересных упражнений, даже для меня лично. Спасибо, Дима. Да, и я старался, как бы, на самом деле, внимательно... За то, что составил компанию. Да, 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 я как был рядом, пытался критиковать, но, честно говоря, не нашел каких-то недочетов и нюансов, но, поэтому, что можно сказать? Ну, в общем, друзья, в следующий раз мы вам все-таки обещаем тренировку ног и ягодиц. В исполнении Лены. Я надеюсь, где вы... Ну, а почему нет? Мы можем, в принципе, попробовать в следующий раз, чтобы я тебя подменировала. Ну, давайте, чтобы нам на ноги. Вот такая просьба. И ягодицы... Ну, ладно, мы там уже решим, но, в общем, в следующий раз мы будем делать обязательно нижнюю часть тела. Да, 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 мы объединимся, Лена будет с акцентом на ягодице, а я с акцентом на ноги, только зажжем, зажжем танцпол. Да, да, ну и, что я могу сказать? Подписывайтесь на канал Genetic Club TV. Оставляйте свои комментарии под нашим видео. Ставьте лайки. Да, и... С вами был Дмитрий Крылов. И Гамольная Елена. Пока! Мы вас любим! Всем удачи! Yes! Что, кто говорит? Давай я начну, а ты закончишь. Субтитры сделал DimaTorzok